Корь. Чего нам еще ждать от 2023 года? Считается, что иммунитет от кори, он в целом пожизненный. Но исследования показывают, что участие взрослых людей через 20-30 лет после примутки иммунитет от кори уже, к сожалению, не имеет. Когда я смогу купить квартиру? Наверное, этот формат должен быть, может его даже расширять нужно, больше квадратных метров жилья вводить. Что готовит нам погода? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Виктория Бояринцева. В преддверии Дня Победы над главным зданием Казанского федерального университета разместили штурмовой флаг 150-й Идритской стрелковой дивизии Ордена Кутузова 2-й степени. Это точная копия знамени Победы, водруженного 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в городе Берлине. Более чем в 30 регионах России зафиксированы вспышки кори. Чем опасны заболевания и что делать, если вы в зоне риска, узнаете в следующем сюжете. Высокая температура, сухой кашель, сыпь. Если вы заболели и столкнулись с такими симптомами, советуем вам остаться дома и вызвать врача. Это первые признаки того, что у вас не ОРВИ, а корь. Это заболевание очень быстро распространяется. Поэтому ради безопасности окружающих и в первую очередь ради себя следует незамедлительно обратиться за помощью к специалистам. Самолечением заниматься в такой ситуации тоже не стоит. Инфекция в большинстве случаев протекает очень тяжело и может обернуться для пациента летальным исходом. Вообще, до того, как начали применять вакцины, корь была такой типичной детской болезнью и характеризовалась даже у детей достаточно тяжелым течением и разнообразными последствиями. Но у взрослых, если они заболеют корью, корь обычно проходит еще тяжелее. Именно поэтому ее и вакцина профилактирует. В настоящий момент вспышки заболевания зафиксированы более чем в 30 регионах Российской Федерации. Татарстан – не исключение. С начала года в республике зафиксировано более 40 случаев. Причина вспышек для экспертов очевидна. Некоторое количество граждан в нашей стране не привито. В случае кори вакцина позволяет вырабатывать иммунитет от болезни. Тут все работает не так, как с прививкой от гриппа. Эффект коревой вакцины сохраняется на долгие годы. В соответствии с российским национальным календарем прививок вакцинация против кори первый раз проводится в 12 месяцев. Считается, что с момента рождения и до первой прививки у малыша сохраняется иммунитет, переданный с молоком матери. Ревакцинацию проводят в 6 лет. Считается, что иммунитет от кори, он в целом пожизненный. Но исследования показывают, что у части взрослых людей через 20-30 лет после прививки иммунитета от кори уже, к сожалению, нет. Поэтому, в принципе, можно провести исследование, выявить, имеется ли у человека взрослого иммунитет от кори и при необходимости привиться. Но большинство людей сохраняет этот иммунитет пожизненно. Кори инфекция очень заразная. Она передается воздушно-капельным путем. Причем на поверхностях. И в воздухе возбудитель сохраняется еще пару часов. Это значит, что заразиться можно даже не контактируя с больным. Есть вероятность того, что вирус настигнет вас, преодолев путь через вентиляцию. Кори – это на 100% вакцина контролируемая инфекция. Если население не будет вакцинировано от кори, то, соответственно, мы будем иметь дело со вспышками кори. Если население будет вакцинировано, то вспышки кори не будут случаться или будут достаточно редки. Но поскольку кори – это очень заразное заболевание, то, исходя из этого, необходимо вакцинировать достаточно большую часть населения. Вообще, для того, чтобы вспышки кори не случалось, должно быть вакцинировано. То есть иметь адекватный гуморальный иммунитет от кори больше 95% населения. Специалисты призывают внимательнее относиться к любого рода болезням. Ведь, к примеру, та же сыпь может появиться на теле не сразу. И, конечно, стоит по возможности выяснить, есть ли у вас иммунитет к коре. Сделать это можно в любом медицинском учреждении. Маргарита Михайлова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Стали известны результаты годового плана по жилищному строительству в Республике Татарстан. О новостройках и вторичках, рынке недвижимости, подводных камнях и купле квартиры среднестатистическому гражданину расскажет Карина Саяхова. 29 апреля на совещании в Доме правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунальных услуг Республики Марат Айзатурин доложил, что годовой план по жилищному строительству выполнен почти в половину – 45%. Введено в строй чуть менее полутора миллион квадратных метров. По его словам, лидером является коммерческий сектор – 46% от годового плана. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью – 660 тысяч квадратных метров. На 42% выполнено обязательства в рамках программы социальной ипотеки. Построено 17 домов на 67 тысяч квадратных метров. Что касается индивидуального жилищного строительства, то план выполнен на 45%, это 674 тысячи квадратных метров. Цифры неплохие, однако в сравнении с мартом прошлого года, а жилищный рынок 2023-го порядком уступает. Резко снизилась покупательная способность граждан. Реальные доходы с учетом инфляции снизились. Соответственно, люди перестали иметь возможность приобретать жилье в том же объеме, в котором они это делали раньше. Кроме того, рост цен на недвижимость тоже сыграл свою роль. Продажи на рынке жилой недвижимости, безусловно, пошли вниз. Это было ожидаемо, и в этом нет никаких сюрпризов. Политические и внешние ситуации в стране тоже повлияло на рынок недвижимости, конечно же. И сейчас, мне кажется, рынок сам стабилизируется, подъем вторичного жилья ощущается, а новостройки также, в принципе, динамика у них уже стабилизировалась. Как правило, в непростые для россиян времена правительство предпринимает попытки налаживания рынка путем стимулирования продаж. Делается это просто. Предлагаются различные льготные ипотечные программы отдельным категориям граждан. Обычно это ипотека с более низкой процентной ставкой, компенсацией или первоначальным взносом. Однако есть и подводные камни в этой безмятежной реке купли-продаж. Льготная ипотека охватывает далеко не всех нуждающихся в улучшении жилищных условий, не всех желающих. Широкие программы льготной ипотеки позволяют девелоперам, застройщикам, риэлторам держать высокие цены, поскольку есть желающие приобретать даже по этим ценам. Поэтому расширение льготного ипотечного кредитования, по сути, приводит не к расширению доступности жилья, а скорее к поддержанию высоких цен на жилье. В настоящее время льготные ипотечные программы с господдержкой распространяются на новостройки. 8 из 10 квартир на первичном рынке покупаются с использованием ипотечных средств. Почти половина из таких кредитов с господдержкой. По статистике, для 47% россиян ипотека – это решение проблемы. Мы, как молодые студенты, молодежь брали через социальную ипотеку квартиру. То есть, поэтому, наверное, этот формат должен быть. Может, его даже расширять нужно, больше квадратных метров жилья вводить. Понятно, что нужно применять различные способы поддержки. Подобные льготные программы и покупка недвижимости по завышенным ценам фактически повышают долговую нагрузку граждан, что значительно снижает покупательную способность на других секторах потребительского рынка. Более того, они не способствуют улучшению экономической ситуации в стране. Недавно в СМИ начали вновь активно муссировать тему рассрочек и застройки через жилищно-строительные кооперативы. Насколько эти инструменты применимы в строительной сфере с точки зрения развития спроса? Рассрочка, так или иначе, это та же ипотека, как ее ни назови, поскольку тот, кто будет предоставлять жилье в рассрочку, все равно будет закладывать свой процент, который будет не ниже, чем банковский процент. Что касается жилищно-строительных кооперативов, то по сути это та же ипотека, только с более высоким первоначальным взносом. Люди будут вынуждены копить какое-то время деньги, откладывать их и после накопления первоначального взноса приобретать квартиру с последующими выплатами. Да, возможно, там процентные ставки будут чуть-чуть ниже, чем по классической ипотеке, но в любом случае не ниже, чем по льготной. По словам специалистов, все ранее перечислено. Ипотеки, рассрочки, жилищно-строительные кооперативы не способствуют доступности жилья. Она будет повышаться только при условии снижения цены недвижимости, снижения издержек и рентабельности строительного производства. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни резкое похолодание. С чем это связано и когда, наконец, в республику придет лето? Сюжет Маргариты Михайловой. Погода в Татарстане успела ввести в замешательство абсолютно всех. Летний зной сменяется резкими похолоданиями и осадками. День в пальто, день в футболке и шортах. Когда же в республику, наконец, придет лето? Давайте разбираться. Юрий Петрович, добрый день. Скажите, с чем вообще связаны такие вот ежедневные изменения в погоде? Весь апрель месяц у нас стояла примерно одинаковая погода. Жаркая, сухая. За весь месяц выпало всего лишь 2-3 мм осадка. Место 30. Это очень мало. Сухая земля. Чем это было бы условно? У нас господствовал так называемый блокирующий антисклон, то есть область высокого давления. И было солнце и так далее. А вот в мае месяц здесь немного появляется неустойчивость к погоде. То есть на нас действуют и антисклональные ситуации, и циклоны, и атмосферные фронты. Поэтому, когда подходит атмосферный фронт, то появляется облачность, небольшие осадки, которые, кстати, очень нужны. Хорошо, что у нас в мае немножко они выпали. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Столбик термометра опустится до 10 градусов тепла днем и 1 градуса ночью. Однако, по словам экспертов, это временно. В мае переходный месяц, и в мае такое чередование вполне может быть. Ну, кстати говоря, для сельского хозяйства, чем прохладнее мае, тем лучше. Нужны осадки в мае, осадки. И не очень высокие температуры. Будет очень хорошо. Специалисты подчеркивают, что лето казанцев ждет теплое. Влияние арктического вторжения ослабнет. И погода в столице Татарстана снова наладится. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Виктория Бояренцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok